Приветствую, друзья! Сейчас я сразу назову трансляцию. Так... Батюшка, совет... Приветствую, друзья! Сегодня у нас будет тематическая трансляция. Сейчас... Мой совет для водителей. Вот так вот. Поделюсь с вами своим опытом. Да, мне придется, к сожалению, отключить комментарии, потому что у нас такая интересная тема будет. Я поделюсь своим личным опытом. Так, где же тут отключать? Не вижу. Не вижу. Ну ладно, не будем тратить время. Значит, рассказываю, делюсь своим опытом, своей историей. Значит, примерно... А сейчас не примерно, а вам точно скажу. Это у нас в марте. В марте у нас было такое дело. В этом году привозили мощи святых новомучников, исповедников российских, нам в станицу. И вот по храмам мы возили эти мощи. Соседнего района, то есть по Краснодарскому краю так возили. Вот. И у меня приключилась такая история. Я еще так порадовался, что я в безопасности. С одного в благочинь, то есть с одного района в другой перевозили мощи. Там машины с батюшкой перевернулись они. У батюшки ребро долго болело. В другой там тоже что-то у них там, они чуть кувет не залетели. Ну вот, пришла моя очередь. Вот. Забирал я из Старминского района. Вез домой. Вроде все нормально. Ну, правда, там тоже были мы. Нас сотрудники ГАИ остановили. Вот. Ну, вроде бы все, слава Богу. Проверили, да поехали дальше. Вот. Ну и привезя свой храм. Храм, где я служу, как вы многие знаете, освящен в честь новомучика исповедников российских. Вот. Помолились все, слава Богу. И ехали мы в центральный храм, где люди тоже ждали, чтобы приложиться к этой святыне. Вот. Подъехав к светофору, передо мной стояла машина. В машине сидели люди, держали, скажем так, саркофаг с этими мощами, частичками. И я отвлекся на них, назад посмотрел и немножко отпустил педали. А педали, получается, ну как бы я чуть-чуть наехал на машину, которая стояла передо мною. Это там форт был. И, естественно, не отрицая свою вину, я вышел, посмотрел, ну там царапинка это не назовешь. Вот реально это царапинка. Ну пусть, ладно, царапинка была. Вот. Ну и что, вызывать гаишников нет, ну, сотрудников госавтоинспекции. Вот. Ну, как-то говорят, до пятидесяти тысяч. В принципе, вызывать не нужно, чтобы лишних штрафов не было. Ну, мы на месте оформили этот бланк евро, 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 сейчас не вспомню, как называется. Евробланк, по-моему. Вот. Ну и разъехались. И вот тут урок, мои дорогие, почему и для водителей, снимая это видео, совет, поскольку я на этом обжегся, оступился, делюсь с вами. Кто будет смотреть этот эфир, я его сохраню, мои дорогие водители. Значит, смотрите, пришел мне, пришла мне бумажка с розгу страха. Значит, о чем вопрос? Чего они мне зачем прислали? Предложение о возмещении ущерба в связи с ДТП. И сумма, которую мне выставляет 20 тысяч. То есть, я напоминаю, что там была царапинка. Мне предлагают возмещение 20 тысяч. Опять-таки, кому? Кому возмещение? Компании страховой розгу страху. Вот. Опять-таки, о чем? Возмещение о том, что я совершил ДТП, но почему они ко мне претензии, я же застрахован, они, в принципе, должны как бы возместить. Они возместили. Но в чем тут оплошность? Указанное лицо в случае оформления документа о дорожном транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции неправильно страховщику, направить страховщику, застрахованному ее гражданскую ответственность, эксплуатированного средства, совместно с потерпевшим бланком извещения транспортного средства, в течение пяти рабочих дней со дня дорожного транспортного средства должен предоставить все документы. То есть, не только тот, кто пострадал, а в том числе и кто совершил наезд, в частности, я. В случае оформления участия, полномочия, бланк должен предоставиться в страховую компанию. Это я уже обратился сегодня к юристу, и он мне сегодня распечатал эти бумажки. Но вчера, когда я получил эти документы с Росгустраха, я позвонил в страховую компанию и говорю, ответьте, пожалуйста, мне на два вопроса. Потому что здесь есть контактные номера, то есть то, что они прислали мне. Я говорю, у меня два вопроса. Откуда вы взяли эту сумму? И второй момент, откуда я должен знать был, что если мы составили этот протокол, так называемый, вне присутствия сотрудников госавтоинспекции, то я должен предоставить, откуда должен был я это узнать. Говорит, это прописано в законе ОСАГО. Откуда, я говорю, должен был это узнать? Ну, надо читать закон. Где? В интернете везде он есть. То есть его никто не говорит. Когда ты заключаешь договор ОСАГО или КАСКО, никто не говорит, что в том-то или в том-то случае, если нет сотрудников, вы должны сами предоставить. То есть такая ловушка, в которой ты попадаешь. Хочешь ты его или не хочешь. Получается, сегодня по закону я застрахован этой компанией. И плюс еще из-за того, что не принес им документы, я еще сам же должен возместить. Первый вопрос. Откуда эта сумма взялась? Он говорит, он в своей страховой компании. Они так оценили. Как можно оценить одну царапинку в 20 тысяч? Я, честно говоря, не понимаю. Потому что я знаю, одна точка, по крайней мере, здесь, чтобы все это капитально сделать. Одна точка 5 тысяч стоит. Ну, ладно. Бог, мы судья. К парню претензий нет. У меня больше возмущение о том, что специалисты компании, а это не только Росгострах, это и другие, по сути, закон-то общий. Они не объясняют этих вещей. И человек, по большому счету, попадает в такой замкнутый круг, когда тебе уже деваться нечего. Понятно, что я сейчас возьму кредит, чтобы заплатить эту квитанцию. Кто-то может сказать, что ну не платите. Во-первых, двоякая ситуация. С одной стороны, не будешь платить, подойдет суд. Потому что через судебный пристав все равно все это взыщется. Если у тебя какие-то есть карточки кредитные, там дебет, если на них каких-то появляется хоть там 500 рублей, они спишут. Поэтому тут в любом случае, рано или поздно, ты возместишь этот ущерб. Вот. Другой момент. Еще раз к вам, мои дорогие, обращаюсь. Понятно, что возьму я кредит, я возмещу этот, скажем, в кавычках ущерб. Но вам совет, мои дорогие. Если это вы решили на месте сделать, итог, да, без сотрудников до 50 тысяч можно на месте самим все это оформить. Значит, документы нужно в свою страховую предоставить. Тогда к вам претензий не будет. В течение пяти рабочих дней с даты ДТП. Если это сотрудники оформляли, то на всякий случай тоже обратитесь. Может, закон как-то изменит, и получится, что вы еще больше заплатите. Вот такая вот ситуация. Как говорится, денег нет, но решать вопрос нужно. Вот. Мои дорогие водители, будьте аккуратны, осторожны, потому что, видите, маленькая такая невнимательность буквально. И чуть-чуть наехал с маленькой царапинкой, которая вышла очень дорогостоящей. Храни вас Господь. Будьте аккуратны. Храни Божьей помощи вам на дороге. С вами был священник Константин Мальцев. Храни вас Господь.